Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Дорогие отцы и сестры, и братья и сестры, сердечно вас поздравляю с святым, с наступающим, с сочельником праздническим, с наступающим Рождеством. Мы уже сегодня совершили царские часы, великие часы и великую вечерню, которые идут уже на праздник Рождества Христова, на завтра и даже успеет во плаве контакт. Как говорится, звезда уже является пастухом, и благорестует Господь и ангелы по его небеса. И сегодня вечером, ночью и завтра утром мы будем праздновать главную рождественскую службу в завершении этого дивного великого рождественского поста. В сегодняшнем апостоле говорилось о том, что безначально многообразный Бог глаголил святым по пророцам в последние дни глаголу нам, Сыне Божиим, им же и дети сотворим. То есть ветхозаветным людям Господь говорил через пророка и других святых. Но в завершение этого периода Господь явился Сам, и Который сотворил веки, сотворил небыль, земли и все, и глаголил Сам, плодивистуя Слово Божие, Слово о спасении, о воскресении, о искуплении рода человеческого, и Сам положил душу в Свою затруднение за всех нас, и показал нам пример, как надо жить на земле свято, безукровизненно, и, конечно же, нести свой крест до конца. И этот же Бог родился сегодня. Родился, и мы понимаем, что, конечно же, когда был предвещен Совет, Бог предвидел, что Адам согрешил, и люди сами не смогут искупить свой грех, грех Адама и Евы. И поэтому понадобилось, чтобы пришел новый Адам Христос, чтобы совершить дела спасения рода человеческого. Он явился через Благовещение, в наш храм Благовещения, и потом через 9 месяцев Он родился, как обычный человек, но мы знаем, что этот праздник не было, была перепись населения, и не было места Господу нашему Иисусу Христу, Его предчистливого Родице, Иосифу, мы не самим, мы в Брифлееме, и поэтому пришлось найти место в пещере, в маленьком домике, не для царей, не для простых людей, а для скота. И вот в этом месте, в скобском месте, скажем так, родился Спаситель Миру Христос. Такое единственное дело, что Бог смеялся до самого конца. Бог был в среде животных, тенцов, овец, осликов, и был дышал их, как говорится, дыханием, согревался их теплом, и было достаточно прохладно, и в Бруссалине тоже в это время, и Бог родился. Но Господь открыл это дивное, тайное любение людям, которые были близки к Нему. Он открыл это прежде всего церковным людям, которые послеят церковных овец для жертвоприношения, когда ветхозаветного пастуха, они жили свято, молились. И вообще из пастухов, не знаю много, становилось, кстати, тот же Порок Давидов. Потому что место уединенное, можно помолиться, можно подумать о своих немощах, пороках, грехах, покаяться и справиться. И вот эти дивные пастухи услышали глаз Ангела, чтобы прийти в то место, где Господь родился, и поклониться. Так они и сделали. В это же время новейшие люди, волхвы с Востока, как говорит предание, они были каждый от колена, один от колена Храмова, другой от колена Симова, другой колена Терефетова, были царского происхождения, принесли Господу великие дары золота, Ивана Смирна. Они были ученые, звездочеты, и через науку, через, так сказать, благородность свою постигли эту тайну, и были приведены ангелам в виде звезды в Ифлеемской пещере, и тоже поклонились как царю, пророку, и священнослужители. Поклонились, принесли Богу дары от лица всего человечества. Конечно же, мы слышали славословие, они слышали славословие на небесах, славу Вышнюю Богу и на земле мир, чем в Ифлецах Боговоления. То есть, на небесах была слава, на земле пришел мир, и в людях была благая воля на спасение. Христос пришел спасти род человеческий. А потом, конечно, уже другие люди имели возможность, и мы вплоть за ними веруем, что Христос пришел в мир спасти мир, что Он родился, что Он пострадал и спас род человеческий. И поэтому все праздники, связанные с делом и скуплением рода человечества, у нас дорогие. Они для нас велики, и мы их чтим. И вот праздник Рождества один из величайших праздников, так как Господь и делился мир. Уже начинал приоткрываться не только Ангелес, а Словословие на небесах, у них тоже было великое удивление. Но и Божьи люди видели, а потом и все могли увидеть Христа, послушать, увидеть, как Он проток, смирен, видеть Его чудеса, а потом услышать Его проповедь и проповедь о спасении, грешную смерть и воскресении. Поэтому, дорогие братья и сестры, конечно же, многие были уверены делом Христовым, а многие, конечно, как апостол Фома Попробова, а многие, как другие апостолы и жены Броносицы, они не видели, не подробовали, как говорится, но и веровали. Поэтому блаженные, не видевшие, но верующие. Мы радуемся в эти дни, дорогие братья и сестры, что Господь любит нас, Господь заботится о нас. Он дал нам Себя для спасения, дал нам Церковь Святую, где совершаются таясты, тоже для спасения. Дал нам Матерь, небо и земли, Свою Матерь и Нашу Матерь, Благородицу. Дал нам множество святых, дал нам множество ангелов, дал нам этот мир с солнцем, с водой, лесами, и с семьей, и много радости. Поэтому мы должны беречь те дары, которые дает Господь. Дал нам много даров для спасения, и мы должны жить по совести, по правде, делать добрые дела, делать дела милосердия, любви и помогать ближнему спасаться и самим спасаться через добрые дела и православную веру. Всех вас поздравляю с праздником!